здравствуйте ну наконец-то все-таки добрался дмитрий до блайн из of the gods это третий уровень и финальный соответственно вот и в описании окажется опечатку уже вижу но ничего страшного уровень сам по себе клёвый хоть и довольно продолжительный на мы сразу пускаемся в action с этими ребятами мы спокойно разберемся с помощью томми гана это еще не все чё лягушата остались но и это еще не все только мы возьмем эти коробки появятся эти ребята сзади также будут ракетчики и также немного скелетов но именно это мы завершаем эту арену сейчас эту коробку я тоже хочу сейчас настало время для первого секрета он находится прямо здесь это лазерная винтовка это единственный способ ее добыть на этом уровне хорошо что она у нас есть немножко запасемся боеприпасами закинемся пилюлями и не забудем надеть шлем а то возможно на улице холодно на самом деле нет все таки египет но тем не менее необходимую защиту от египетской фауны она нам частично предоставит не забыл про этого паренька заглянем также вот в это строение за ним мы можем найти следующий секрет это вот эта пилюлька которая вызывает большого красного паренька с ракетами но ничего страшного заодно захватим вот эти вот пульки раз мы и уже здесь они нам пригодятся итак нам нужно пройти через эти двери и насколько я знаю здесь ключ насколько я помню чтобы продвинуться дальше по уровню так брони у нас предостаточно это значит следующий секрет мы возьмем чуть позже увидите почему пока возьмем вот эту прелесть мне тоже нравится снайперская винтовка и вот здесь мы можем найти ключ или крест чтобы открыть дверь скелета дверью зажала чего кажется она его и убила ну да ладно здесь рептилоид появляется я разумеется промазываю давайте пока от них избавимся и добьем его просто так нас разумеется не отпустят но ничего сложного итак секрет он находится за этой пальмой и это пальма бегающая давайте поиграем с ней в догонялки после уничтожения появляется синяя броня но не только она чувствуете почерк да часть секретов здесь охраняется красными биомехами здесь по сути упражнение для юных снайперов также ничего сложного главное приоритет целей а здесь кстати комната похожая на так секундочку здесь вот эти вот ребята которых не видно наверху этот зал или набор комнат очень похож на тот что был в карнаке в оригинальной игре ну буквально процитирован кроме кнопок пожалуй ну и скорпион здесь не спит да волки люблю когда случается здесь все то же самое не не больше дождь из гноаров ребят нету и мы проходим туда зал здесь одна пилюлька находится в центре прежде чем мы ее возьмем заглянем сюда пока я не забыл за вот этим секретом ну и все мы знаем что будет если закидываться только одной пилюлью всерьез сэр поэтому давайте высохнем безумие ау кто меня так ударил сильно вроде бы не скелеты ну и синяя вишенка на торте о деревушка классическая деревушка с множеством случайно бродящих врагов или местных жителей довольно шумных к слову не завидую их соседям а а а а Продолжение следует... Да, здесь просто линия триггера по всей площади этой деревушки, которая вызывает различные волны монстров. Я тебя слышу! Про тебя я забыл. Благо, боеприпасов для снайперской винтовки дают здесь много, так что можно не стесняться ее использовать. В нужных моментах. И не очень нужных. Я про вас тоже забыл, я ожидал немножко другого. Вон. Здесь скорпион появится. Красненький. Также наверху будет вот этот чувак. А и второй появляется. Про него я так же забыл. Что тут? С памятью моей сегодня не то. А еще и солнце слепит. Но. Благо я помню, где находятся секреты. И, кстати, о них. Здесь один из них. И угадайте, что? Я механоид. Целых два. Да-да. Следующая комната ничем не примечательна. Это просто склад с боеприпасами. С пулями, патронами. А также с кричащей взрывчаткой. Правда, ее немного. Здесь же у нас классический случай. Запертые двери. И двух путей для ее открытия. Я возьму этот путь. Для начала. Снимем этого паренька. И остальных тоже. А вот здесь, если взять щиточек, то появится бомбермен. Почему-то. Они на голове друг у друга стояли. Ну как на голове. На том, что было. Здесь я люблю вот так вот подкарауливать этого скорпиона. Главное, скелету не попасться. И тут очень много ракетчиков. Очень жаль, что у нас нет взрывчатки. Но мы кое-что другое на них испробуем. О! Как хорошо. Потрясающее чувство, когда группу из них просто разваливаешь из двухстволки. Да. Тем не менее, прежде чем двинуться к этой пирамиде, мы возьмем здесь не очень секретные, но тем не менее секретные боеприпасы. И да, вы слышите. Оп. Я забыл про тебя. И про вас, кстати, тоже. Дабл кейл. Тоже очень-очень приятная штука. Эээ. Добавим кнопку. И аккуратней, нас уже встречают. Здесь также будет банда местных скилеров. Которые терроризируют эти улицы. С поддержкой в виде рептилоида. Это не вся банда. Окей. Псих. Так. Наверное, возьму скилера. 11% здоровья иногда могут зарешать. Мало ли. Так. Здесь появятся тоже ребята. Мы этих игнорируем, этих игнорируем, а этого стреляем. И дальше убиваем остальных. Ну, просто, чтобы эта улица не заполнилась синими лазерами. Пытаюсь вспомнить, что же будет здесь. Так, а где? Второй же Гнарбук. За дверью? А. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Блин, где зорги? Отлично. А, здесь, кстати, такая же будет штука. Игнорируем, игнорируем, стреляем. Обожаю. Так, здесь будет, кажется, парочка скелетов. А, еще они, да. Эти камиказы могут реально испортить жизнь, если не знать о них. Общистим местный склад. Ну и в этом строении нужно жажать кнопку. Однако, перед этим мы возьмем вот этот вот секретный щиточек. Второй явит нам не менее секретное сердечко. Что очень мило. Так, дверь открыта. Аккуратно. Просто так нас никто не выпустит, конечно же. Так, этих ребят, я думаю, мы немножко... Выяснайперим. Некоторых буквально. Я в основном на этой карте, автомат Томпсона, это рабочая лошадка. Но я не то чтобы против. Я тоже. Тем более с этим. Наконец-то взрывчатка. И вот эта вот арена довольно странная, если честно. То есть вот этот обелиск, который нам так старательно показывают, он сейчас взорвется. Или просто разрушится. И из него появится вот этот чувак. Едем еще парочка такие же. И ребята поменьше, конечно же. Куда без них. Так, теперь эти скелеты. Имеет смысл отстреливать только ближайших. Пока они обращают на нас внимание, потому что остальные идут. Так, они сильно обратили на нас внимание почему-то. Минутку. Потому что остальные бегут по своей траектории. И, как правило, внимания у нас не обращают. То есть вот. Пока мы их не раним, естественно. Или пока они не подойдут поближе. Мне интересно, сейчас они нас заметят? Заметили. Так, следующая ла-ла вот из этих психов. И других психов. Да, в основном здесь психи. Ну и вот эти вот ребята, которых я ненавижу. Так, теперь нам нужно бежать вот за эту колонну. Она нас защитит от этих шариков. А в теории... Нет, не защитит. Что-то не так идет. Обычно они в ней застревают. И не долетают до нас. Но что-то пошло не так сейчас. Как обычно, на запись. Да, вот. Вот таким образом они застревают. И в итоге взрываются в ней. Ну да ладно. Потому что на открытой находиться, это довольно затратно с точки зрения боеприпасов для скорострельного оружия. А с другим это будет проблематично, скажем так. Следующая арена. Да, я предупреждал, что были вентилены. Сопротивление встречает нас сразу же. С распроцертыми ракетами. И прочими штуками. Так. И где вы? Так. Я уж боялся, что что-то сломалось. Пауэр. Обычно игнорируем гнаров. Отстреливаем тех, кто стреляет у нас. Может их мы заряжем в итоге. Вместе с лягухами. Из этой двери сейчас побежит бесполезный бык. Здесь парочки чуть менее бесполезных. Ну как парочка. Две парочки. Но тем не менее, снайперская винтовка это одно из лучших оружий в этой игре. И да, по вот этому разбросу мы можем видеть, что нас готовят к чему-то великому. Всем вот этим запасом. И что, кстати, приятно, здесь находятся, как вы можете видеть, боеприпасы для секретного оружия. Да, Сириус М3. Итак, это арена. Здесь будет несколько волв врагов. И особенность в том, что они не бегут просто по заданным маршрутам и не бегут просто напрямую к игроку. Они пытаются всегда как-то мансить и обходить с фланга. Этих ребят я просто вот так обхожу, чтобы они оставались более-менее в центре. Я делаю бой довольно сложным. Против любой из волв, потому что... Они не идут напрямую к их. Сложно поливать огнем. Приходится их выцеливать, контролировать, чтобы они не зашли слишком далеко за спину и так далее. А то они могут. Итак, здесь важно контролировать местонахождение Камикадзе. Потому что они будут мешать отстреливать быков, которые будут здесь через несколько мгновений. Быков, соответственно, эффективнее расстреливать из снайперской винтовки. А пока происходит смена оружия, прицеливание и... ...прочие вещи. Быки могут догнать и Камикадзе тоже. Так что здесь важно правильно... ...расставлять приоритеты и контролировать... ...нахождение ребят... ...нужных. И вовремя реагировать на быков, конечно. Из-за местной цветовой гаммы их не очень хорошо видно и... ...нужно их... ...слушать. Слушать топот. Ну вот, например, сейчас. Слушать топот. Слушать топот. Слушать топот. Слушать топот. Слушать топот. Как не было видно до последнего. И если так, то это... ...это прям браво. Следующая волна, по-моему, здесь... ...самая... ...сложная, скажем так. Потому что очень многое в ней может пойти не так. Так как следующие враги это... ...скелеты. И они очень быстро перемещаются... ...и также пытаются... ...зайти с фланга. И постоянно мансят. Также вот эти ребята вмешиваются, но... ...это не проблема их всего трое. Хотя они отвлекают внимание от скеллеров. И в какой-то момент, если кому-то уделить больше времени, чем нужно... ...скелеты запусают. Поэтому мы даже не меняем оружие перед... ...как ты меня обошел. Вот то, о чем я говорю. Они могут очень незаметно зайти за спину, и... ...все может закончиться очень плохо. Тем не менее, их что-то очень много скопилось здесь. Движения, такие подковообразные, иногда срабатывают. Чтобы их как-то контролировать. Но тем не менее... ...я не хотел брать броню сейчас. Ну ладно. Они все-таки обходят. В любом случае, когда их... ...вау! Когда их скопится очень много... ...то против кучки можно использовать лазерную винтовку. Она прекрасно контролирует толпу и... ...на подавление очень хорошо работает. Кстати, сейчас самое время ее использовать. Ай-яй-яй-яй-яй! Возможно, надо было раньше это сделать. Боже мой! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Падать... ...это плохо. Кажется, я труп. Хотя у меня есть шанс еще. Окей. Не, серьезно, вот эти... ...ау! Эти озерца, которые сзади падают, вообще не рекомендуется. Из них сложно выбираться, и монстры там себя ведут неадекватно. Ладно, мы это пережили каким-то чудом. Отвратительно... ...было сыграно, если честно. Ну, ладно. У меня есть здоровье. Потому что следующая волна все равно не начнется, пока мы не возьмем рюкзак. Ну, или пока не пройдемся по нему. Или все боеприпасы. Кстати, еще возьмем, на всякий случай. Боеприпасы здесь устанавливаются, кстати. Кроме тех, которые для лазера. Итак, следующий аттракцион — это просто тир. Серьезно, здесь только, опять же, упражнения для молодого снайпера. Только у Курбита и Зумбу, и все. Все умирают с одного выстрела, и единственный способ здесь накосячить — это очень-очень много промахиваться. Эти, как правило, бегут напрямик. То есть они не пытаются обойти или еще как-то. Они просто давят количеством. И их количество возрастает. Но все равно стоит отключать прицел, чтобы проверять обстановку. Зумбулы же, тем не менее, пытаются как-то заходить со стороны. Это очень интересная комбинация. Но проблема в том, что у меня снайперская винтовка. И я не самый косой стрелок на гидном западе. Так. Еще кто-то остался. А, вижу. Полным запасом. Итак. Следующая часть нашего шоу — это лазерное ракетное шоу. С фейерверком из подорванных механизмов. И, опять же, насколько я понял, синие пытаются мансить влево-вправо и обходить. А красные биомеханоиды идут, насколько я помню, напрямик. И давят ракетами. Такое поведение, мне кажется, специально было сделано. И это очень круто. Они здесь очень быстро могут задавить, опять же, лазерами. Количеством. Ракету можно случайно поймать, когда от лазера уворачиваешься. Я уже здесь так умирал. Так что не хотелось бы это повторить. Я думаю, можно этой штукой воспользоваться. Напротив них тоже, в принципе, эффективно. Я думаю, что, в принципе, это не самая плохая идея. Да и ракеты можно позбивать, кстати. не разблюдаются по арене и их, правда, бывает сложно контролировать. И эта штукой так что-то играет, их нужно застать. И это зуб. И чтобы они не прощали, всё. Я же сюда хочу закончить. И что ещё и лазерами. Можем увидеть. И это так помыть. Пятая, – это так просто. А что трамки? Пожалуйста, последняя раздача. Отлично. Так, кто-то там застрял. Иногда система дает сбой. Отлично. Ну и это была последняя волна. Практически. Сейчас настаёт черёд финального босса, в кавычках. Знакомое всем лицо или морда. Гигантский рептилоид, который очень быстро тает от ленигана. И лучше его побыстрее прикончить. А потом уже разбираться с его миньонами. Можно, конечно, их сразу пристрелить, но без него это делать проще. К тому же они не прекращают появляться как с его смертью. Поэтому можно продолжать в более спокойной обстановке, чем с ним. Ну и по сути это финальная зачистка. Прекрасно. 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 Ну, финальная проверка. Так, 30 врагов не хватает, как и положено. И все секреты. Прекрасно. Насладимся эстетикой в последний раз. И зайдем в эту комнату и увидим вот такой вот странный портал. Но симпатичный. И таки прыгнем в него. Куда он принесёт нас, неизвестно. Но на этом заканчивается этот комплект уровней. И сначала, наверное, по уровню скажу. Он хоть и плоский, но в рамках механики Сириус Сэм играется прекрасно. То есть бои очень интересные. Хорошо продуманы. Именно расположение монстров. Нужно иногда расставлять приоритеты целей. Иногда подбирать оружие под ситуацию. В основном, конечно, большинство решают сутомиганом. Но в старых добрых гагстерских фильмах. Но, тем не менее, иногда требуется всё-таки в клюшей голову, чтобы выбраться живым из ситуации. Секреты достаточно забавные. И полезные, наверное. Финальный бой, это то, о чём я хочу поговорить. Он, на мой взгляд, сделан просто гениально. Во-первых, вот эта вот механика того, что ребята разбегаются по арене, не просто бегут на пролом, да, по заданной траектории. И не просто преследуют игрока, да, а именно вот разбредаются. Да, в Сириус Сэм Сэггенн Кантер такое было применено к монстрам. Но здесь, как видите, это сделано было специально, причём на конкретных каких-то ребят. В определённых волнах можно было видеть, что какие-то двигаются прямо на игрока, какие-то двигаются, пытаясь обойти его и так далее. Очень хорошо сделано, очень хорошие комбинации, интересные. Финальный босс, это финальный босс, ничего особенного. В целом, комплект уровня у меня оставил крайне положительное впечатление. Во-первых, я люблю египетскую эстетику. А во-вторых, это Сириус Сэм, именно классический. Потому что, честно, это вот именно проблема большинства карт, которые я встречал для Сириус Сэм. Они не пытаются, ну не то что не пытаются, как бы это выразить. Очень сложно найти карту, которая бы... Создатель которой понял бы, что делал оригинальную игру классной и развил бы вот эту идею, как вот в этом именно в Апаке. Потому что либо это просто я сделаю гигантскую площадку, накидаю туда миллиард монстров и как бы назову это классным геймдизайном, что, конечно же, не так. Либо это какое-то там, я не знаю, творчество высших материй, когда пытаются из карты для Сириус Сэм сделать какой-то там сюжетный фильм или еще какую-то дребедень, которая, ну, конечно же, интересно, как, ну, как само собой разумеющееся, как отдельное существо, там, сферический конь в вакууме, да? Вот, но лично я ищу от игры немножко другого. И поэтому очень сложно искать такие карты. Ну, если найду что-то такое уже веселое, интересное, и именно Сириус Сэм, а не какие-нибудь машинимы на движке, то обязательно в будущем что-то будет из этого на канале, скажем так, да? Ну, я надеюсь, вам было так же интересно, как и мне, проходить вот это вот замечательное творение. А если наткнетесь, я вообще рекомендую поиграть это. Это очень интересная штука. Да, я не знаю, что больше говорить. Да, прошло очень много времени, с тех пор, как я второй уровень записал полгода, по-моему. Было много событий, в том числе и других проектов, в которых хотелось поучаствовать, поиграть и так далее. Плюс стримы, плюс личная жизнь. Оно у меня есть, как ни странно. Вот. И, да, наконец-то мы это закончили. Наконец-то там небольшой камешек сплечь. Еще один закрытый проект. Да? Тем не менее, очень надеюсь, что вам все это безобразие понравилось. Спасибо большое за просмотр. И, да, всего доброго.